За минувшие выходные Днестр поднялся почти на 4 метра. Наши подписчики присылали фото и видео с затопленными берегами. Ну а сегодня посмотреть на реку отправилась Алла Горбатенко. Центральный пляж Тирасполя поглотила вода. Остался только небольшой зеленый островок. Даже не верится, что еще несколько дней назад тут загорали и даже купались горожане. Сейчас водные процедуры принимают деревья и кустарники. Уровень поднялся на 4 метра по Тирасполю, ниже Бубасарской плотины. На 4 метра поднялся. Но у нас критические значения мы не достигли. Ну вот Григорьевский район, там местами вода уже пытается пойму выйти. Это связано с некоторыми там особенностями местности. Но подтоплений нет. То, что к нам идет большая вода, синоптики предупреждали еще в середине прошлой недели. И виноваты в этом не дожди. Уровень реки вырос из-за сброса воды на Новоднестровской ГЭС в Украине. А это уже набережная Бендер. И здесь под воду ушла тропа здоровья. Хотя вот здесь вода только начинается. Но метров через 300, как мы можем видеть, под воду ушел даже вот этот заборчик. Это бетонка, то, что выходит. В субботу, когда вода только стала прибывать, подписчики ТСВ в соцсетях начали присылать фото и видео с берегов Днестра. А это наш коллега, журналист ТСВ Денис Мартыненко разувается и на плечах переносит дочку, чтобы не замочила ножки. Иди ко мне. Ну, ты лично. Нет, нет, вот на ручки иди. На ручку иду. А, холодная вода. А так и ботинки, и самокат. Сейчас я за ними приду. Сегодня желающих пройти по тропе здоровья в принципе нет. На Бендерском пляже ни души. Холодно, к тому же дождик к обеду зарядил. Как рассказали нам в гидрометцентре, пик подъема Днестра в террасполе и Бендерах прошел. И скоро вода пойдет на спад. Но ненадолго. Через 3-4 дня Днестр опять начнет расти. На Новоднестровской ГЭС в Украине очередной сброс. На этот раз уровень реки поднимется примерно на метр. Алла Горбатенко и Дмитрий Хаджиогла, ТСВ.